По старым промыслам остановка Автотрест, улица Завета Ильича, самая длинная улица в Грозном, и с трассы Старомонцовского шоссе, когда ты поворачиваешь на Завета Ильича, тебе нужно пересечь железную дорогу. Это железная дорога, по которой раньше ездил товарный поезд Красного Молота. И, в общем, на переезде этой железной дороги его там подкараулили, расстреляли, но он остался, видимо, жив, раненый. Он уходил, и, по-моему, уже когда он дошел до своего дома, его там настигли и добили. В общем, это такая была очень известная такая история. И тогда буквально сразу были задержаны вот эти два двоюродных брата по подозрению в этом убийстве, что это они убили. И они были подвергнуты жесточайшим пыткам. Одному из них как раз вот этому Хаважи, по-моему, прострелили ногу. Это было сделано, чтобы они не убежали, так как их держали не на территории РОВД, а их просто в обычную квартиру привезли для того, чтобы пытать. Ну, не знаю, может быть, тогда было как-то построже у них. Почему-то они пытали тогда, они пытали еще не на территории РОВД. Сейчас они свободно это делают на территории РОВД. По какой причине они тогда его не в РОВД повезли для пыток. Может быть, какие-то проверки тогда были там. В общем, не знаю, в чем была причина, но его куда-то на квартиру они повезли, точнее, этих обоих братьев-поюродных. И чтобы они не могли сбежать, вот одному прострелили ногу и кипятком ошпарили им ноги. В общем, сделали все возможное, чтобы у них ноги были не дееспособными. В общем, подвергли, разумеется, жесточайшим пыткам, избиению, там, ток, не ток. В итоге они, значит, берут на себя не только это конкретное убийство, но еще по-моему 8 эпизодов. То есть, всего 9, кажется, было эпизодов. То есть, какие-то висяки, там, все возможное на них накидывают. Доказательной базой, по-моему, в суде там явилось чисто их признательные показания. На всевозможные следы пыток, разумеется, суд никакого внимания не обратил. Как это все легализуется? То есть, людей пытают где-то на какой-то квартире в течение нескольких дней или недели, вот этих двух, по-моему, в течение недели пытали. Потом где-то на каком-то адресе имитируют задержание, якобы эти, естественно, им дают какое-то оружие там подбрасывают, типа, они, значит, были обнаружены где-то скрывающимися на каком-то адресе, там они были задержаны, и вот так вот их доставляют. Но при доставлении в РОВД они, разумеется, бывают уже полностью запытанные. Понятно, что их никто нигде не задерживал, что они были гораздо ранее задержаны и запытаны. Но суды в Чечне никогда на такие вещи внимания не обращали, какие-то там исключительно единичные случаи, может быть, будут, но, как правило, суд вообще не берет этого внимания. В суде задержанные, конечно же, отказываются от тех показаний, которые они дали, конечно же, они говорят о том, что их пытали, но суд уже на это никакого внимания не обращает. В общем, эти два брата получили огромные сроки и были отправлены в тюрьмы. И вот представьте себе, а, уже тогда вот этот вот близкий родственник этого убитого сотрудника, с которым я был знаком, он уже тогда как бы говорил, что они бы не хотели, чтобы их сажали в тюрьму, то есть они хотели реализовать кровную месть, убить. В общем, они пытались, видимо, всячески как-то сделать так, чтобы их не задерживали официально, чтобы их просто дали убить, но они были пущены на результат, как принято говорить в Кадырёвской Чечне. И, по всей видимости, вот эти висяки, которые у них были, это был хороший шанс от этих висяков избавиться. Как вы знаете, для любого РОВД висяки – это плохой показатель, то есть это нераскрываемость, значит. Висяки влияют на раскрываемость, то есть на статистику. Соответственно, там какие-то поблажки, ордена, какие-то премии и так далее, они могут недополучать. В общем, это, видимо, был для них такой хороший шанс. Они накинули на него, на этих двух братьев все эти висяки, отправили их в тюрьму, а с родственником, наверное, как-то, ну, договорились, скорее всего, что чуть попозже там дадут им исполнить кровную месть. И вот я, почему я думаю, что убийство Хаважи было, скорее всего, исполнением кровной мести, так как его по надуманному абсолютно предлогу вернули из тюрьмы. Кстати, он сидел в Кемерово, Кемерово славится тем, что это очень, это колония строгого режима, и она славится тем, что там, как правило, людей полностью ломают. В общем, они их закидывают в какие-то туберкулезные камеры, заражают туберкулезом абсолютно здоровых молодых людей, и через некоторое время они бывают уже инвалидами. И вот с этим Хаважем произошло то же самое. Его, по всей видимости, либо на этапе, либо уже в самой этой колонии закинули к туберкулезникам, заразили. И вот на момент, когда его сейчас под предлогом каких-то следственных действий для опознания якобы его этапировали в Чечню, он уже туберкулезник с пораженным правым легким. По идее, таких людей не должны вообще этапировать тяжело больных. В общем, его этапируют. Типа в 2004 году кто-то там покупал оружие, и типа этот человек, который покупал оружие, утверждает, что он купил его у Хаважей, и типа нужно опознать. Потом его привозят в СИЗО, и СИЗО для этих следственных действий его этапируют в РОВД. Потом в РОВД под каким-то дешевым вообще предлогом детским, что типа это поздно или что-то, и обратно в СИЗО. Сегодня мы его давайте не повезете, вы его повезете завтра, давайте сегодня он переночует в ИВС, и он, в общем, ночует в этом ИВС, и на следующий день его находят мертвым. Умер ли он сам, или это все-таки было убийство? К сожалению, мы сейчас можем только предполагать, точно мы этого узнать не сможем, так как никто сегодня в Кадыревской Чечне не даст провести какое-то независимое расследование. В общем, это такой показательный момент, почему он сейчас важен. Дело в том, что совсем недавно, вот две недели назад был задержан Ясин Халидов, молодой парень, 19-летний, который работал в Кадыровском ОМОНе по транспорту, попытался сбежать, при попытке пересечь российско-казахскую границу был задержан, и пропал все после этого, о нем нет никакой информации. То есть, омские, его пограничники передали омским оперативником, по-моему, уголовному розыску, то есть, работником РОВД какого-то омского. И все. Вот последняя информация. Это какой-то там работник омского РОВД говорит, значит, что да, он у нас, и мы его должны передать кадыровским полицейским. И все. Вот это последняя информация. Больше нет никакой информации, где он, как он, что с ним происходит, в чем его обвиняют, какие там следственные действия происходят. В общем, никакой информации нет. И, к сожалению, вся вот эта сейчас обстановка в России, война в Украине, она настолько развязала руки внутри России, и тем более внутри Чечни, развязала руки кадыровцам, потому что они сейчас все вот эти вот вопросы, которые были отложены на потом, там до лучших времен, в лучших кавычках, в их случае это до худших, наверное, они сейчас как раз эти вопросы себе поднимают, реализуют им очень легко сейчас под вот эту вот суматоху отсутствие вообще какой-либо правозащитной деятельности в России, так как все правозащитники просто задавлены, выдавлены из России, там мемориал объявлен вне закона и на агентами, и там всевозможными агентами Запада. Короче, нет каких-то инструментов, которые с горем пополам до вот этого вот вторжения в Украину, они еще хоть как-то там функционировали, да, не могли там, допустим, правозащитники реально проводить какие-то вот серьезные, допустим, мероприятия в Чечне, да, они и так были из Чечни выдавлены, но правозащитники могли хотя бы на уровне каком-то федеральном поднимать какой-то шум, через журналистов воздействовать, там что-то делать так, чтобы какие-то судьбы каких-то отдельных людей были под пристальным вниманием общества, и это мешало кадыровцам с этими людьми расправляться. Вот сейчас этого нет, сейчас, видите, Ясин Халидов попал в Чечню и пропал. Сейчас с ним происходит, скорее всего, его пытают, может быть, его уже и нет в живых, нет никакой информации про этого человека, и никак на это воздействовать тоже нельзя. Вот с этим Халаджем я поэтому предполагаю, что, скорее всего, его, как раз они решили, что сейчас самое благоприятное время для того, чтобы совершить убийство Халаджа, так-таки реализовать кровную месть, грубо говоря, и его, скорее всего, привезли и убили в этом роботе. Ну, это такое мое мнение, такое предположение на основе анализа тех доводов, которые я привел. Точно, конечно, этого знать мы не можем, к сожалению. В общем, такая вот ситуация. Будем в любом случае наблюдать, пытаться узнавать. И по поводу Халаджа, и по поводу Ясина Халидова, но наши возможности, к сожалению, очень сильно ограничены. Так, и перейдем, наверное, к самой популярной хайповой теме на этой неделе. Конфликт Пригожина с Кадыровым. Этот конфликт вышел вообще на какой-то новый уровень на этой неделе. Вообще, если посмотреть, как развивались отношения Кадырова с Пригожиным, то это вообще отдельная какая-то занимательная история. Сначала Кадыров просто грубым каким-то таким... Как этих называют? Забыл это слово. Эти быдлы... Гопническим каким-то сленгом наезжал на генерала Министерства обороны. И Пригожин поддерживал Кадырова, называл его братом. Кадыров в ответ называл братом Пригожина. Пригожин приезжал к нему в гости Кадырова. Они там вместе фотографировались, обнимались. В общем, в лучшем таких традициях кадыровских у них были отношения. У них же там все у Кадырова братья. Потом, когда Пригожин начал наезжать на Министерство обороны, причем уже не на каких-то там генералов, возглавляющих какие-то направления в Украине, а на руководство Министерства обороны, на Шойгуина Герасимова, Кадыров вдруг выступил уже на стороне Минобороны. И стал критиковать Пригожина. Сначала он это стал делать в какой-то легкой форме, называя Пригожина братом, мол, не нужно так себя вести, брат, если даже вы выйдете там из Бахмута, мы туда придем. Сначала было так. Потом буквально на следующий день он уже выдал более такое жесткое обращение в адрес Пригожина. И, в общем, на этой неделе была такая эпопея, эпогей этого противостояния. Значит, кадыровские приближенные люди, Адам Делимханов, Апти Алаудинов, Магомед Иудов, они, значит, выступили с жесткой такой, опять-таки, гопнической такой критикой в адрес Пригожина. Вот давайте посмотрим, что говорили эти люди. Я могу сказать, что моим бойцам, если предложить перейти в Чувака, Вагнера или в любое другое подразделение, мои тоже бойцы выскажутся в матерщинной форме. Другой вопрос. Если кто-то хочет это сказать мне в лицо, в матерщинной форме пусть не скажет в лицо. А тогда я скажу место и время, и будем разбирать. Если тебе что-то непонятно, ты в любое время можешь связаться, обозначить место и время, и мы тебе объясним, что тебе непонятно. Хватит тебе болтать, кричать, орать. Говори место, где что, когда увидимся. Как говорил Антон Ахматович, и мы лицом к лицу с тобой любой вопрос решим. Насчет твоих высказываний, как мы уже сказали, локацию скинь в любое время, в любом месте, как мужчина-мужчина, и мы встретимся. В общем, где ты, просто скинь свой адрес, скажи, где ты находишься, мы приедем, по-мужски там с тобой разберемся. На все вот эти гопнические вызовы от людей, приближенных к Кадырову, естественно, начали отвечать люди, приближенные к Пригожину. Пригожин тоже вот эту вот субординацию с Кадыровым выдерживает. Он, если обращаются какие-то приближенные к Кадырову, то им отвечает не Пригожин, естественно, а отвечают какие-то пригожинские приближенные. Самому Кадырову отвечает уже сам Пригожин. Короче, ну, это, в общем, такой этикет, видимо, в этих кругах. Короче, значит, этим товарищам начали отвечать всякие командиры Вагнера. И один, например, ну, постом ответил Иудову, и, кстати, очень интересный момент был, там, где он сказал, мы, типа, если вы хотите встретиться, да, никаких проблем, тем более, что мы друг друга знаем еще с Первой и Второй войны в Чечне. Это очень интересный момент, Иудов. Надо бы тебе прокомментировать, откуда вы знаете друг друга с Первой и Второй войны. Ты когда со мной беседовал, ты говорил, что ты вообще пацаном был в Первую войну. В общем, интересно, как ты с ним там познакомился, где вы пересеклись. Может быть, ты уже тогда работал на этих людей. Короче, еще один какой-то другой пригожинский командир давал интервью военкорам. И, значит, прокомментировал тот военкор, спросил его по поводу слов Адама Дилимханова. И вот этот вот командир чувака Вагнер с позывным Ратибор. Значит, вот что он сказал, давайте посмотрим. Вы слышали обращение Адама Дилимханова Пригожева? Еще раз, подожди. Кого обращение еще? Адама Дилимханова. А кто это? Это депутат в Госдуме, представитель Чечни Кадырова. Слушай, у меня нет времени на тиктоки, на интернет и прочее. Мы такими вещами не занимаемся. В общем, Ратибор постебался над кадыровскими вояками, назвал его тиктокером. То есть, я, говорит, не интересуюсь тиктоком, интернетом. Настолько он их не уважает, в общем, упор не видит. Его спрашивают про Дилимханова, он говорит, а кто это такой? Ну, это вот депутат Госдумы. И он сразу понимает, ага, кадыровский человек, значит, что? А значит, тикток, значит, выпендривание на камеру, никакой серьезной войны, ни о чем речи быть не может. То есть, вы понимаете, как у него ассоциируется? Он хоть и попытался как-то политкорректно высказаться, но в его этом ответе все его отношение, все его мнение о кадырове и о его вояках, оно прямо вот на поверхности. Он говорит, как только он понимает, о ком идет речь, его первая ассоциация, это видео, это тикток, это интернет. Не война, не взятие каких-то позиций, там, городов украинских, понимаете? Не Мариуполь, который вот, когда не спросишь этих кадыровских вояк, они постоянно Мариуполь, мы там что-то Мариуполь взяли. Но у этого вагнеровского командира ассоциация не с Мариуполем. То есть, у него, понимаете, при вот этих вот кадыровских упоминаниях кадыровских фамилий, у него в голове возникает не Мариуполь, не позиции, не война, а тикток, интернет, болтовня. И, в общем, он сразу это выдает, он говорит, типа, мне некогда, я воюю, мне некогда смотреть тиктоки, интернет и так далее. Но, это все, конечно, хорошо, забавно, занятно наблюдать за этими петушиными боями. Однако, я сразу, у меня в голове всплыло видео моего дружка, моего бро, Ченгиза Ахмадова, иллюзионист, как-то раз, комментируя противостояние Анзора Масхадова с Мусой Ламаевым, записал видео, в котором сказал следующее. А если вы оба мужчины, то почему, в конце концов, вы не встретитесь в реале и не разберетесь, кто мужчина, а кто нет? Ну, между собой хотя бы разберитесь, мы это уже все про вас поняли. Вот эти вот слова, сказанные в адрес Анзора и Мусы Ламаева Ченгизом, мне кажется, они очень уместны вот в этой ситуации. В ситуации этого петушиного противостояния кадыровцам с пригожинцами. Вот, если вы оба мужчины, да, как ты говоришь, Ченгиз Ахмадов, обратись, пожалуйста, с этим же обращением вот к этим товарищам. Скажи, если вы все такие мужчины, забиваете друг другу стрелки, что-то там записываете, одни обзывают одних, не уважают других и так далее. Зачем? Встретитесь уже, в конце концов, вы же все находитесь там, вроде бы все вы там на позициях, кого не спросишь, эти воюют, те воюют, те берут Бахмут, эти брали чуть ли там весь Донбасс. Ну, встретитесь вы, в конце концов, зачем вы вот эти записываете, эти видео, эти обращения, для чего все это? Почему, когда то же самое делают здесь, в Европе, не воины абсолютно, блогеры, блогеры, они вообще, это их как бы деятельность, говорить на камеру. Мы этим и занимаемся, то есть, мы не должны выяснять никаких отношений, с кем-то встречаться, бить друг другу мордой или воевать друг с другом. Нет, мы этого делать не должны, но вы нас призываете это делать. Но вот те люди, которые реально должны это делать, которые называют себя воинами, у которых реально на руках оружие, есть все благоприятные условия для того, чтобы это оружие применить, в том числе и против друг друга. Вы все находитесь в зоне боевых действий, зоне СВО, как вы его называете. Что же вам мешает встретиться и разобраться по-мужски? Наверное, я знаю, что мешает вам, вашей стороне, про Пригожиных не знаю, вот вашей стороне, стороне Кадыровской, мешает, скорее всего, 50-тысячная армия Пригожина, да? Вагнер, это же огромная боевая единица. Это ведь не просто какие-то там тиктокеры или молодые подростки, записавшие очередной ролик с оскорблением Кадырова. Не так просто ведь их достать и заставить извиняться на камеру, не правда ли? Пригожин – это такой чувак, который может приехать реально на стрелку со своими отморозками. И у него этих отморозков в разы больше, чем у вас. То есть, численный перевес явно на его стороне. И боевая мощь его группировки, она тоже, в принципе, очень такая нехилая. Хотя, я думаю, что в ваших разборках, в принципе, там же не будет какого-то применения тяжелой техники, ничего такого не будет. Там будет сражение на автоматическом таком оружии, и это будет сражение духа. То есть, у кого больше духа, тот и победит в этом противостоянии. И вот что-то мне подсказывает, что духа у вас может оказаться меньше, чем у бойцов Пригожина. Во всяком случае, мы бы хотели узнать, кто из вас более духовитий, кто более смелее. Если бы вы реально встретились и показали бы нам и всему миру, вместо того, чтобы записывать вот эти вот видео. Я повторюсь, забавно за всем этим наблюдать. Мы не против. Мы, конечно же, посмотрим, посмеемся за всеми этими вашими выступлениями. Но все-таки результат был бы гораздо интереснее. В общем, обратите внимание на то, что сказал вам Чингиз Ахмадов. И, пожалуйста, дайте нам красивое зрелище. Покажите, как вы можете разбираться друг с другом. Тем более, сейчас, кстати, ваши ряды, ваши кадыровские ряды, укрепил такой очень серьезный, очень серьезная боевая единица в виде Хусейна Джамбетова. Человек, который прошел огонь и воду. Его подготавливали натовские войска в Украине. Он целый год там, можно сказать, тренировался, практиковался, приехал к вам. Используйте его против Пригожина. Отправьте, дайте ему какую-нибудь бригаду, отряд, спецотряд. Пусть покажет себя. Пусть покажет, насколько он смелый парень. Короче, ждем ваших разборок. Кстати говоря, Пригожин тоже ответил, Пригожин, точнее, прокомментировал то, что ответил. Пригожин прокомментировал этот конфликт, сказал, что конфликт, в общем-то, улажен. И улажен он телефонным звонком Рамзана Кадырова. Запись достаточно длинная, мы ее всю прослушать не сможем, но давайте вот чуть-чуть. Эти заявления, а первое заявление прозвучало в 3 часа ночи от Делимханова. Вдруг конфликт улажен. И, собственно говоря, я пообщался в тот же день. Мне позвонил Рамзан. Мы с ним поговорили. И договорились о том, что спускаем эту всю историю на тормоза. Значит, в чем я вижу суть проблемы. Короче, дальше, в принципе, идет уже рассуждение Пригожина. И в этом рассуждении он, в принципе, говорит то же самое, что и я. Причина, как бы, Рамзан понял, к чему это может привести. Поэтому он решил вопрос уладить. Но со всякими тиктокерами, людьми, записавшими видео, Рамзан бы не захотел этот вопрос спустить на тормозах. С Пригожиным он решает спустить. Ну, значит, есть на то веские основания. Короче, как бы там ни было, я, конечно же, убежден в том, что человек в 99-2000 году в одиночку напугавший полторы тысячи муджаидов, в Чечне просто приехавший туда, завязав мину себе на пояс, вышел, выйдя из машины, значит, заняв какую-то позицию, как он объяснял, позиция, которая такая хорошая, такое место такое было для позиции. Он его занял, вышел. И представляете, вот полторы тысячи человек стоят. Он выходит, с ним несколько человек, у него мина. Он выходит с автоматом и говорит, где там этот, говорит, Радуев, Радуев, там, Ибадулла, где, говорит, давай быстро вызывайте. Потом те в панике выбегают. Видимо, в этом доме сидит Радуев, там, какие-то такие серьезные люди сидят, от Киреев. И туда, видимо, кто-то заходит и говорит, Рамзан, говорит, приехал, Рамзан. И они такие в панике, как, что, Рамзан, выйдите кто-нибудь, скажите, поговорите с ним. И вот выходит этот Ибадулла, выходит к Кадырову, и Кадырова говорит, я вам даю, говорит, час времени, если вы, говорит, отсюда все сейчас не уберетесь, через час я вас всех здесь уничтожу. И тот говорит, да, конечно, Рамзан, ты сказал твое слово, как бы, закон. Все, он уезжает, и через час они все просто в ужасе каком-то оттуда сваливают. И вот я, но я не думаю, что человек, который вот так вот мог напугать полторы тысячи человек, что он испугается пригоженность его 50 тысяч бойцов, имея, тем более, Рамзан имеет сейчас порядка 20 тысяч, по-моему, да, контингент Росгвардии и МВД в Кадыровской Чечне составляет, по-моему, порядка 20 тысяч, по крайней мере, был несколько лет назад, не знаю, может, сейчас еще увеличился. Но я не думаю, что, имея такие возможности, Кадыров испугается пригоженно. Поэтому здесь, наверное, есть какая-то другая причина Кадыровская, и всего, наверное, не хочет просто обострять эту ситуацию. Но если пригожен не успокоится, то Кадыров вынужден будет повязать эту мину на пояс. Она у него, точнее, он ее не повязывает, он ее всегда выравнивает. В его рассказах он всегда говорит, то есть она у него как-то постоянно, она неправильно, видимо, как-то у него привязана, он ее постоянно выравнивает. Вот я думаю, что если пригожен не успокоится, то Кадырову придется эту мину у себя на поясе выровнять и поехать на Донбасс. Кстати говоря, про поехать на Донбасс. Я все это время все жду и жду. Думаю, вот сейчас появятся какие-то ролики Кадыров, его сыновья, его ближайшие родственники. Они на передовой, в окопах, где-то, значит, наконец-таки пойдут на Киев, потому что Кадыров еще до начала этой операции говорил, что готов взять Киев. Когда началась операция, говорил, что все, уже вот-вот возьмет Киев. В общем, мы все ждем, 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 ждем. Но видим мы всевозможные видео с Дубая, его дети катаются там на дорогих автомобилях, что-то гуляют, веселятся, занимаются шоппингом, отовариваются в каких-то дорогих бутиках Дубая. Это все, конечно, классно. Я вообще не против. Я не против того, чтобы вы хорошо одевались, чтобы вы хорошо ели. Это хорошо бы вы выглядели, хотя свыглядели, конечно, да. Тут что не покупай, что не делай, свыглядели, не получается. Но будем надеяться, да, что есть куда стремиться. Но мы все ждем, что вы, наконец-таки, значит, в этой хорошей одежде, на этих хороших машинах, с хорошим оружием в руках, отправитесь на передовую. Наконец, покажите этим бандеровцам, где раки зимуют. Наконец, пойдете на Киев, возьмете этот Киев, плените Зеленского, если он не успеет оттуда убежать. Покажите всему миру, как вы наказываете нацизм. Но мы постоянно видим одно и то же. Кадыров и его приближенные гуляют, отовариваются. Какие-то кадыровские бедняки терпят все эти трудности на передовой. Почему-то мы не видим там Иудова, Делимханова, Кадырова, его племянников, его детей. Мы никого не видим. Видим только, да, вы там можете поехать, что-то посниматься, уехать. Единственный, кто оттуда периодически у вас записывает видео, это Алаудинов. Но опять-таки, Алаудинов, мы ни разу не видели его там ни в окопах, нигде. То есть, пора уже своим примером показать. Я думаю, если бы вы приехали, и если бы украинская сторона увидела вас на той стороне сражающихся против них, я думаю, они бы все испугались. Они бы капитулировали. Закончите, наконец, эту войну. Отправьтесь на передовую. Иудов. Кто это спрашивает? Иудов – это глава Кадыровского парламента. Его ошибки в паспорте записали как «Даудов», но настоящая фамилия у него Иудов. Тумсор, ради Аллаха, расскажи, куда пропал Сулейманов Эль-Хан. Слушай, ну есть только два варианта, куда пропадают чиновники из кадыровской иерархии. Они либо, как Абдул Кириллов, отправляются на тот свет, либо они попадают в подвал. Какой-то кадыровский подвал, из которого никакой связи в этом подвале, как правило, не бывает. Поэтому этих людей тоже не бывает. Если человек из кадыровской иерархии, министры, главы администрации и так далее, если они лишили своих должностей и пропали без вести, то есть немало тех кадыровских чиновников, которые лишили своих должностей, но мы их все равно можем отследить, как, например, Ислам Кадыров лишился должности, да, там прострелили обе руки, да, немножко пытался там где-то даже выплыть, но не получилось. Но мы, во всяком случае, какие-то социальные сети, где-то он там мелькает на каких-то мероприятиях, мы где-то его видим. Человек живой, однозначно. Но если кадыровский чиновник был уволен по собственному желанию или по состоянию здоровья и пропал без вести, то здесь только две дороги. Одна ведет на тот свет, а другая ведет в кадыровский подвал. Вот в какую, на этой развилке, в какую сторону пошел, точнее, в какую сторону отправили Эль-Хана Сулейманова, это вопрос Кадырова. Мы надеемся, что он на него ответит. Надеемся, что он также нам расскажет про истинную причину убийства Абдул-Керима Идилова. Мы все ждем. Да, мы знаем, что это очень грязная и неприятная история, Кадыров. Мы знаем, что ты не хочешь об этом говорить. Но об этом все равно придется рано или поздно рассказать. Все равно люди об этом узнают, поэтому лучше сделать это самим. Как помните, в случае с пытками Ислама Кадырова, когда вам стало известно, что у меня есть эти видеозаписи, вы тогда сами их опубликовали. Вы решили, что лучше сделать это самим. Вот это та же самая ситуация, Кадыров. Вам лучше самим рассказать истинную причину убийства Абдул-Керима Идилова, чем это будут делать другие люди, например, я. Так, у нас что-то было тут в эфире? Нет, не было. Черкесский, Бородинский. Алейкум, ассаляму, рамку, баракату, брат. Взаимно рад тебя тоже видеть. Кто такой Люлю Кафырова, про которого часто в интервью говорил Басаев? Люля – это такая кличка у Рамзана Кадырова, видимо, в его селе, когда он рос. Ему дали такое погоняло. Сам Кадыров о своем детстве рассказывает очень помпезно, что он там чуть ли держал какой-то квартал, улицу. Но его погоняло вот это, его кличка, прозвище, оно говорит само за себя, что он держал на самом деле. И я думаю, что он сам свои штаны, если удерживал, то это хорошо. В общем, его так называли Люль в его селе. А Люль, как говорил Басаев, Люль – это мундштук. То, что одевают на сигарету. Когда раньше сигареты были без фильтра, на них такие мундштуки делали. Хотя, может быть, и сейчас есть они, не знаю. В общем, такие мундштуки – это такая многоразовая вещь. В общем, Люль на чеченском – это так называли вот этот мундштук. То есть, у него кличка была мундштук, грубо говоря. Вы можете себе представить человека с кличкой Мундштук, который держит квартал и улицу? Томсо смотрел Ибрагима Яганова. Он тоже сбежал из России, хоть и в Тубчеркесии была независимой. Нет, я не видел. По крайней мере, не припомню такого человека. Наверное, я не сталкивался. Саламу алейкум. Вопрос. Допустим, если бы Россия была бы конфедеративным государством, все регионы обладали бы такими же правами, как Штаты в США, то бишь, полная автономия, было бы ли это допустимо? Саламу алейкум. Например, США немножко неправильный, если говорить о конфедерации, потому что США – это больше федерация. В принципе, неважно, конфедерация или федерация. Россия, она хоть и заявлена как федерация, понятно, что она, конечно, не является федерацией. И я не люблю, знаете, рассуждать, вот если бы, да кабы. Факт в том, что мы хотим быть свободными. Вы понимаете, чеченцы в какой-то момент сформировались как нация, вот очень давно, сформировались как нация и политически, и идеологически гражданское общество развелось. Это произошло где-то там несколько веков назад. И я думаю, что на тот момент, скорее всего, фактором объединения чеченцев как единой нации был, скорее всего, религиозный фактор. То есть, когда повально чеченцы приняли ислам, и вокруг нас окружали, с одной стороны, конечно, самый большой сосед – это кто? Это Россия. Грузия на тот момент тоже входила в состав Российской империи. И не так далеко от нас находится Османская империя на тот момент. Это как халифат воспринималось. Наверное, таковым и являлось. Османский халифат, Османская империя. То есть, это такое мусульманское государство, не отдельно какое-то этническое, национальное, а как мусульманское. И есть также Персия, ну то есть, нынешний Иран, который для Российской империи – это тоже мусульманское государство. Хотя для Османской империи, конечно, они не являлись мусульманскими. Ну и для нас в том числе. Я думаю, что вот в этой ситуации, скорее, тут и началось вот это вот противостояние России с чеченцами и Кавказом в целом. Потому что Кавказ, я думаю, как таковой, чисто природный и так далее, он тогда навряд ли был бы интересен Российской империи. Но вот с точки зрения, что под боком могут оказаться мусульмане, а Россия на тот момент противостоит, и в основном Османской империи, там и война идет. И вот получить вот здесь, значит, мусульман, которые, возможно, либо примкнут к Османской империи, либо даже если они примкнут, то будут по-любому их союзниками. Я думаю, вот этот момент и стал причиной нашего противостояния. Поэтому исторически, когда все вот так вот идет, и говорить сегодня о каких-то федерациях, конфедерациях, это, я думаю, это в принципе такая вещь не очень правильная. То есть, еще тогда мы сформировались как отдельная нация, как народ, как государство, которое хочет быть независимым, свободным, хочет на равных общаться со всеми членами мирового сообщества, со всеми странами. И это вот, да, кто-то может подумать, что да, это вот амбициозно, да, это амбициозно, это нормально, здоровые амбиции. И, допустим, мне, ну мне хочется, чтобы у меня, понимаете, в кармане был чеченский паспорт, мне хочется, чтобы здесь, в Швеции, у меня было чеченское посольство. Я хочу пойти в чеченское посольство на чеченском языке с чеченцами, говорить о своих проблемах. Хочу, чтобы эти чеченцы в чеченском посольстве мне помогали. То есть, это такое вот желание, знаете, вполне себе обоснованное чеченского народа. Но не хотим мы идти в российское посольство, ни в рамках федерации, ни в рамках конфедерации, не хотим. Не хотим иметь в кармане российский паспорт, не хотим. Многого, мы можем, знаете, о многих вещах можно говорить, как, например, Басаев, когда писал открытое письмо Путину при бесланских событиях. Басаев ведь там предлагал очень много таких уступок, как рублевая зона, вхождение в СНГ, там какие-то таможенные и так далее. Масхадов во время своего обращения по поводу переговоров, например, говорил даже о возможности рассмотреть нахождение на территории чечни российских военных баз, единого какого-то пограничного пространства, таможенного и так далее. То есть, все эти моменты можно обсуждать, но суверенитет – это тема, о которой говорить и которую обсуждать чеченское руководство никогда не было готово. То есть, вопрос суверенитета, он был как бы все однозначно независимостью. Такие дела. Короче, это таково мое мнение. Митрандир Эрландур. Ассаламу алейкум, Тумсо, и всем достойным братьям. Марш Уогил Тумсо. Я все ждал, когда журналисты тебя пригласят на интервью после твоего возвращения, так как это очень обсуждалось, но пока ничего нет. Почему? Ассаламу алейкум, ассаламу рамату ла баракату. Ну, нет, пока не было никаких, ну, точнее, в принципе, попытки были, но я сам не выходил в какие-то эфиры журналистов, потому что у нас есть где поговорить об этом. Любые вопросы можно задать здесь, получить на них ответы. Для того, чтобы обсудить эту тему, нам ведь не нужны какие-то иные площадки. У нас с вами есть площадка для общения. 4 на 4. В конце, то есть, там буквально минут 10, по-моему, этого эфира я застал, когда я к этому эфиру присоединился, там было 2 с лишним тысячи человек, и Джамбетов уже с кем-то там разговаривал. И, ну, я подозреваю, что он среди 2 с лишним тысяч, он, наверное, в принципе, и не заметил бы даже. Вот, поэтому, в принципе, это неправильно, Джамбетов, делать у себя на телеграм-канале эфир и потом там кого-то звать. Так не делается. Если бы ты хотел, если ты хотел со мной поговорить, если ты был готов отвечать на мои вопросы, то тебе нужно было как-то со мной обговорить, сказать, давай проведем эфир, я отвечу на твои вопросы, у меня есть и к тебе, а я задам тебе вопросы. Мы бы договорились, обговорили бы площадку, обговорили бы правила и провели бы эфир. Во всяком случае, как только я услышал, что ты меня искал, у меня действительно есть к тебе вопросы. Я думаю, что у нас получилась бы очень интересная беседа. Я поэтому обратился к нему на чеченском языке у себя в телеграм-канале, сказал, давай, свяжись, так как ты не дал никаких контактов для связи с тобой. У него в телеграме нет ни бота обратной связи, ни какого-то аккаунта, где бы он сказал, вот сюда, напишите. Соответственно, я сказал тогда, раз ты не дал возможность связаться с собой, то вот у меня есть бота обратной связи, давай, свяжись, давай с тобой обговорим и сделаем эфир. Но пока он на связь не выходил. Но надо сказать, что после этого он и у себя в телеграм-канале ничего больше не выкладывал. Поэтому, может быть, человек где-то там в Украине сейчас на передовой, или может он с Пригожиным разбирается, не знаю, подождем. Подождем, может быть, выйдет на связь. Дикая Тумсо, а почему не видно Иппона, куда он делся? А я не знаю, почему не видно, он в эфирах бывает стабильно, в каждом эфире пишет, может быть, сегодня просто человек занят. Ну, это он кому-то, видимо, обратился. Тимирлану, алейкум, ассаляму, араматулабаракату. Барак, аллаху фейкум, братья и сёстры. Потому что дикая, по-моему, это сестра. Тумсо, как так получилось, что мы, чеченцы, стали виноватыми и предателями перед соседями? Делаю такие выводы, потому что слышу от каждого второго пехотинец, раба Путина, и что мы как и пришемеле, так и сейчас. Честно говоря, не совсем понял твой комментарий, что значит пехотинец Путина у нас и кого ты подразумеваешь под соседями. У нас сегодня есть только одни соседи, которых нельзя назвать пехотинцами Путина, это Грузия. И то власть, сегодня правящая в Грузии, врагами Путина их точно не назовешь. Остальные соседи наши, они все точно находятся ровно в таком же положении, как и мы. Все сегодня находятся под российской оккупацией. Любого сегодня на Кавказе могут мобилизовать, отправить на убой в Украину, и он формально будет тем же самым пехотинцем Путина. Другое дело, что и в Чечне, и в других регионах Кавказа, там, конечно же, основной контингент людей, это абсолютно люди, которых нельзя назвать не то, что там пехотинцами Путина, их ни кадыровцами, ни в принципе там лояльными россиянами назвать нельзя. Но, однако, мы же понимаем положение людей, живущих сегодня на Кавказе. Поэтому, ну, вряд ли мы можем чем-то друг другу упрекать. Все мы сегодня находимся в одинаковом полчевном положении, к огромному сожалению. Где твой рыжий и серый котики? Ну, серый вот лежит, спит, а рыжий, он находится у себя дома. Тунцева, помнишь, в письме Басаева, как он написал, во-первых, я советую тебе покаяться, вернее, не слава. Ну, да, это, в принципе, открытое письмо, известно его содержание и обращение на ты. Знаю, помню. Саламу алейкум. Как халифат, я думаю, если Турция сама себя не начнет так ассоциировать, то как мы можем ее так рассматривать? Это, ну, это, в принципе, какие-то рассуждения не совсем реальные на сегодняшний день. Турция – это одна из стран сегодня мусульманских, исламских. И с точки зрения проживания в этих странах большинства мусульман, с точки зрения, что в этих странах официально присутствует мечеть, и в этих мечетях звучит азан, и подавляющее большинство проживающих там людей исповедует ислам. В общем, из этих, я говорю не о строе в этих государствах, это важный момент, потому что за такие вещи у нас есть любители, которые сразу зацепятся. Поэтому из таких соображений, какие бы там строи в этих странах не были, из-за того, что там большинство проживающих людей являются мусульмане, эти страны воспринимаются как мусульманские, исламские. И поэтому Турция – это одна из таких стран, это одна из наиболее развитых стран в этом сегменте, сегменте исламских, мусульманских, то есть наравне там с Малайзией, допустим, с Объединенными Арабскими Эмиратами, с Катаром и так далее. Причем на фоне этих стран Турция является более передовой. И в отличие от тех всех стран, Турция – это еще такая более амбициозная страна, более продвинутая, и, наверное, да, у нее больше возможностей для лидерства в этих странах. Но, тем не менее, она является одной из стран пока. Поэтому рассматривать там какие-то вопросы империи, халифата и так далее, я думаю, это пока не актуально. А что касается второго вопроса, наземную связь, ну, наземную связь у нас быть нему, если ты имеешь в виду границу с ними, то… Хотя, что ты мог иметь в виду под наземной связью? Может быть, ты имеешь в виду какой-то товарооборот с ними? Короче, я не знаю, но мне нужно, чтобы ты пояснил. Если наземная связь имеется в виду какая-то граница, то ее, конечно, быть не может, мы разделены. А если говорить о каких-то торговых путях, то это все решаемо, я думаю. Расскажи, как сын Кадырова проводил разговор с трудными детьми и как он отчитывал парню, которого задержали без прав, а сам он ездит без прав в полностью тренированной… Ну, это, конечно, смешное зрелище. Такие вот эти вот репортажи, они показывают то, как живут сегодня люди в Чечне. Это хоть и заявляется о каком-то равенстве и так далее, но на самом деле они абсолютно не стесняются вот этого расслоения, они наоборот этим гордятся. И есть вот это понятие как бы элиты – пачахан, там, сын падишаха. И этим людям дозволено то, что не дозволено простым смертным. Как гласит эта поговорка, что дозволено быку, не дозволено… Или что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Ну, такова реальность. Конечно, кто может что-то сказать сыну Кадырова в Кадыровской Чечне? Никто. Это же такая квазимонархия, он же вдохновлялся сериалами турецкими, вот про Османскую империю. Он этим вдохновлялся. И поэтому это такие шахзаде, у которых не ограничены права. Как знаете, вот в монархиях в Британии, ну, в Британии точно может быть даже и здесь, в скандинавских монархиях то же самое. А там королевская семья, они находятся над законом. То есть, они их не могут арестовать, их не могут судить. То есть, они над законом. Вот здесь вот такая же ситуация. Хоть это и не прописано, там-то это официально прописано в этих монархиях. А в Чечне это официально не прописано. Ну, там и не прописано, что это квазимонархия, ничего такого нет. Но по факту это присутствует. И вот поэтому, да, дети Кадырова могут, не имея никаких прав, ничего абсолютно, ездить на машинах. Но при этом ругать, отчитывать тех, кто делает то же самое. Возможно, берут пример с них. Дикое. Последних два эфира его не было 100%. Просто волнуюсь. А волноваться не стоит. Я думаю, что с ним всё в порядке. Являешь ли ты требующим знания? Получаешь ли какие-либо исламские уроки? Ваалейкум ассалям. Всю жизнь я, наверное, буду оставаться требующим знания. Постоянно пытаюсь где-то какие-то знания получать. Не обязательно. Исламские, и исламские, и иные. Всевозможные знания пытаюсь получать. Хасан, когда выйдет на связь? Хасан, с Хасаном всё в порядке. Когда Хасан выйдет на связь, не знаю, не могу сказать. Но надеюсь, что это произойдёт в ближайшем будущем. Хасана очень не хватает в публичной сфере. Очень не хватает. У вас там речка протекает через квартиру? Нет, это скорее всего, этот микрофон улавливает работу кулера. Наверное, поэтому сильно слышно. Но я не знаю, я не могу с этим ничего поделать. Как насчёт Атаки на Белгород думаешь? Слушайте, я уже запутался в этой теме. Что там происходит? Откуда долбят этот город, как его? Забыл название. Шебекино. Шебекино, по-моему. В общем, туда то заходят, то выходят. То какие-то там артиллерия долбит. Кто держит этот город под контроль? Ничего не понятно. Но факт, что война пришла на территорию России, на Белгородскую область. Вот это факт. И потихоньку россиянам придётся столкнуться с трудностями войны. Не только украинцам нужно с ними сталкиваться. Продолжение следует. Спасибо.